В детском технопарке Кванториум стартовал набор школьников на новый учебный год. Кванториум это уникальная площадка, федеральный образовательный проект, который работает во многих городах России, в том числе и в Красноярске. Как туда попасть и чему научат детей, узнаем у наших гостей. В нашей студии Сергей Кеник, руководитель детского технопарка Кванториум, и Константин Брюханов, преподаватель Energy Quantum. Доброе утро! Доброе утро, господа! Расскажите, в первую очередь, чему же все-таки обучают школьников в Кванториуме? У нас в нашем технопарке присутствует 7 образовательных направлений. Это аэроквантум, космоквантум, это квантум промышленного дизайна, виртуальной реальности и дополненной реальности, квантум Energy, робоквантум и наноквантум. Уже названия-то какие-то интересные. Школьники-то понимают сами, что это такое, что их ожидает. Но многие из школьников уже знакомы с нашей работой и с этим федеральным проектом. Конечно же, названия этих квантумов связаны со спецификой, в которой они работают. Например, Константин у нас представляет Energy Quantum, и здесь дети будут изучать альтернативные источники энергии. А они будут просто изучать или, может быть, о последствии еще придумывать? На самом деле, да, они будут не только изучать, будут еще и конструировать источники энергии на основе альтернативных элементов, таких как солнечные батареи или ветряные генераторы. Ну, небольшого размера, естественно, в масштабах помещения. Вот, также очень актуально сейчас использование тепловой энергии, прежде всего в космосе, она активно используется, но еще не сделано тех материалов, которые могли бы коэффициент полезного действия обеспечить, ну, сравнимый с сгоранием топлива. Вот, поэтому и, да, и конструированием элементов питания, и еще оптимизации энергопотребления. То есть дома они могут собрать какой-то агрегат и уже за свет не платить, например? И обогревать квартиру. В какой-то степени, да. Вы сегодня нам что будете собирать? Что это будет за летение? Сегодня, да, мы привезли вот водородную зарядку для телефона. Водородную? Простите, я не ослышался? Да, да, водородную зарядку. Не рванет? Надеюсь, нет. Мы тоже надеемся. Ну, я сейчас потихоньку ее запущу, пока. Да. А, Сергей, а вы расскажите, а вообще как? Вот ребятишек вы приглашаете, понятно, но вы как-то отбираете их по каким-то принципам или нет? Да, у нас есть система отбора, и мы здесь учитываем, во-первых, тот уже опыт, который дети получили в ходе обучения в школе. Ну, сразу хочу заметить, что мы принимаем детей от 12 лет, от 12 до 18 лет. Ну, выпускник с 6 по 11 класс. Вот. У нас трехэтапная система отбора. Мы учитываем, конечно же, те оценки, которые дети получали в школе. То есть с дневничком нужно попадать в школу? Да, да, да. Плюс, соответственно, мы учитываем те достижения, которые дети, возможно, уже получили. Дипломы, сертификаты различные. Награды различные. И так далее, награды, да. Многие из них участвуют в олимпиадах, конференциях, в разных турнирах и так далее. Вот. И у нас есть небольшой такой тест еще на инженерное мышление. Вот что это за тест? Интересно. Ну, там, согласно специфике каждого квантума, есть набор вопросов определенный. Соответственно, дети должны их заполнить. Мы поймем там уровень знаний, какой у них есть. И мы можем понять склонности, которые у детей. Соответственно, порекомендовать одно из наших направлений. Ну, скажите, а вот... Может такой тест пройти? Или это только для детей? Несмотря как в школе училась. Не, ну, конечно, может. Просто для себя правильно. Ну, вот если дети обучаются у вас в кванториуме, для них это несет какое-то, ну, помимо практической пользы, да, что они научатся что-то делать, еще и пользу в том, что это, может быть, добавит какие-то баллы при сдаче экзаменов, потом при поступлении? Или есть такое? Да, конечно же, у нас есть такие планы. То есть, соответственно, наши выпускники получат такую возможность с теми вузами, с которыми у нас уже установлены партнерские отношения, либо планируется установить такие отношения. Ну, вузы, конечно, технические. Ну, конечно, да. В первую очередь вузы технического профиля. Как проходят занятия и сколько они продолжаются? В среднем мы планируем, что по каждому направлению, у каждого нашего ученика занятия будут проходить дважды в неделю по два академических часа. Уже после учебы в школе? Ну, у кого-то после, у кого-то до. А легко ли дети сочетают это с занятиями в школе? Не отвлекает это от школьных занятий? Ну, на самом деле мы достаточно гибко устроили нашу образовательную программу. Соответственно, работать мы будем с 9 до 8. И любой желающий, исходя из того, насколько ему удобно нас посещать, соответственно, сможет нам прийти. Ну, в общем, по опыту дети все успевают. Ну, да. Мы надеемся, что да. А уже выпускники есть у данной программы? Ну, нет, конечно. Это достаточно молодой проект. Вот. И вот сейчас мы полноценно стартуем с начала этого учебного года. С начала этого года так полноценно стартуете. Ну, что ж, будем ждать, что у нас появятся новые изобретатели. Так, интересно, что с нашим экспериментом происходит? Зарядился ли телефон у нас от водорода? Расскажите вообще, в принципе, что это такое? Вот куда-то что-то воткуда? Что происходит там? Что за провода, что за трубочки? Давайте, да, лучше расскажу. Это водородный баллон, который мы используем. Он безопасный на основе гидрида. В общем, водород... Сейчас немножко по-русски. Но это можно где-то найти в магазинах, я так понимаю. Это производят чехи. Да, в принципе, это уже поставлено на... Как? На поток. На поток, да, верно. Вот. Просто в больших баллонах водород хранит опасно, а вот этот очень безопасно, так как он, как бы впитан в гидрид. Безопасно – это важно. Так, отсюда по трубочке водород поступает. Да, отсюда по трубочке водород поступает топливный элемент, в который двухатонный газ водород H2 разрывается, теряет электроны и тем самым теряет энергию. Ты представляешь, там сейчас разрывает водород? Да. Тем самым эта энергия переходит дальше и... И может преобразоваться? Да. Так, она дальше идет вот сюда, на эту плату, да? Да, эта плата, кстати, вот то, что я говорил, именно источники питания, они включают не только источник энергии, но и стабилизационные схемы. В данном случае вот здесь стабилизационная схема на 5 вольт, то, что нужно для телефона как раз. Вот. И все, с 5 вольт уже дальше можно заряжать телефон. Ну, там внутренний контроллер заряда батареи, он справляется со всеми остальными. С регулировкой тока и все, то есть это тоже дальше. Как быстро телефон можно зарядить с помощью вот этого устройства? На самом деле можно быстро, точно так же, как и от обычного зарядника, который мы привыкли заряжать. То есть показатели... Как от сети? Да, как от сети. Показатели по току, по мощности сопоставлены. Ну, точно такие же, можно сказать. И вот дети будут учиться собирать вот такие конструкции, в том числе стабилизационную плату? Да, собирать, в том числе и понимать, как это работает. Помимо основ водородной энергетики, ну, альтернативной вообще в целом, мы будем детям давать еще и основа схемы техники, чтобы они могли собирать вот эти вот самые платы стабилизации. Ну, в общем, забыл дома зарядку в рюкзакчок, вот такую штуку положил и с собой ее носишь. Собрал бы. А, наверное, уже что-то заряжали. Ну, да. А для чего у нас стоит вот этот мини-вентилятор? То, что своего рода ветряная мельница? Да, вентилятор нужен для демонстрации так называемого тепловой энергии, выработки именно ее. Для этого необходимо... Ну, вентилятор как в качестве нагрузки. Так. Как в качестве потребителя. Для этого необходимо вот холодную воду. Сейчас постараюсь аккуратно. Да лейте ничего страшного. Ой, ё. Ну-ка, весь город заливает, и пусть в нашем студии тоже немного будет. Хорошо. Так, и горячую воду во второй отсек. Холодная и горячая, это принципиально, да? У них какие-то разные, видимо, показатели. Да, да, да. Да, подтопило нас немножко. Да, к сожалению, подтопило, но вот. И заработал? Да. Сейчас мы получаем энергию посредством теплообмена между двумя сторонами. Там между этими двумя контейнерами, в которых залитая вода, находится элемент пельтье. Вот как раз то, что используется и в космосе. Элемент имени пельтье, но эффектом зея бека. И всё это нужно будет выучить и запомнить школьникам, да? Ну да, на самом деле мы не делаем упор на то, чтобы заучивать аббревиатуру, а чтобы они понимали, как это работает, самое главное. Получается, что два разнородных вещества соединены там. И при нагревании с одной стороны спая, а со второй стороны охлаждения этого спая, а со второй стороны в контуре начинает течь ток. Ну, грубо говоря, одна сторона имеет много энергии, она горячая, температура напрямую связана с энергией, а вторая сторона холодная, и происходит перераспределение и движение заряженных частиц, тем самым протекает ток. И какова же мощность вот этого аппарата? Да, как я и говорил, коэффициент полезного действия сейчас в таких элементах низок. В космосе их используют, потому что просто это самый рациональный там путь, потому что нагревание в космосе делать с помощью радиоактивных веществ, которые при распаде выделяют тепло. Потому что вот, например, в районе Марса где-нибудь до солнечных лучей, чтобы солнечные батареи как-то работали, достать сложно. А вот такие вещи позволяют генерировать энергию. Да, я даже сейчас представляю, но вентилятор в магазине стоит от полутора тысяч, а тут-то всего лишь навсего вода нужна, элемент питье, который действует по закону Жерглебегрегра. Я пытался запомнить. Скажите, Сергей, а вы где таких уникальных ребят находите, которые вот все это знают и умеют? В основном это сотрудники, либо даже у нас есть выпускники красноярских вузов технического профиля. В основном это молодые ученые, очень интересные, со своими разработками. Вот мы постарались таким образом сформировать наш коллектив педагогический. То есть ребята, помимо того, что учат молодое поколение чему-то уже известному, они где-то там на вашей базе еще и своими разработками занимаются, и вполне возможно, что скоро там что-то вообще прогремит. Я имею в виду в хорошем смысле прогремит. Кроме энерджи-квантума, какие еще квантумы у вас предполагаются? Я уже говорил, аэро и космо, квантум виртуальной дополненной реальности, квантум промышленного дизайна, наноквантум и робоквантум. Вот квантум виртуальной дополненной реальности, это что такое? Ну, это очень популярное направление. Там дети занимаются, работают с виртуальными очками, шлемами, разрабатывают приложения различные, в том числе для мобильных телефонов, занимаются программированием и так далее. Я даже не представляю себя, вспоминая свое детство, что это можно было делать уже будучи в школе. Нет. Ходили просто и пляжи. А теперь у детей есть возможность делать все эти... Сергей, давайте, наверное, сейчас вот скажем всем родителям и ученикам, куда нужно обращаться, чтобы попасть к вам и приобрести новые знания. Для того, чтобы попасть в детский технопарк, достаточно найти наши страницы в социальных сетях, в ВКонтакте, либо в Фейсбуке, либо позвонить по телефону 257-37-97, вот, и получить всю необходимую информацию для того, чтобы к нам попасть. Итак, если вы хотите, да, чтобы у вас вырос новый Эйнштейн, обязательно обращайтесь в Кванториум, там сделают все для того, чтобы ваш ребенок был умнее остальных. Обязательно пользуйтесь этой уникальной возможностью. Еще раз представлю наших гостей. Сегодня у нас были Сергей Кеник, руководитель детского технопарка Кванториум и Константин Брюханов, преподаватель Energy Quantum. Спасибо вам большое. Спасибо. Но я смотрю, что на водороде бодрее, чем на водичке у нас закрутился вентилятор. Уже хорошо. И телефон-то стал заряжаться бодрее. Спасибо.